Дуальность. Первый экзот, что вы получили после релиза дополнения, если покупали сезонник. Если не покупали, то придется ползти до 35 уровня этого же сезонника. В общем, этот экзот будет у всех, рано или поздно. Так что я был просто обязан рассказать о нем на канале. Начнем. Во-первых, посмотрите как он хорош, особенно с орнаментом за 100 ранг сезонника. Мне безумно нравятся эти деревянные накладки, барабаны и анимация его смены. Вообще, по внешнему виду можно легко спутать дробовик с оружием от фабрики Текс Механика, которая подарила нам такие шедевры оружейного искусства, как Геккельбери, Последнее Слово и, кстати, Компаньон, который мы еще вспомним не раз в этом видео. Но нет, клеймо с эмблемой порнокопытного не отображается, так что это какая-то китайская реплика получается. Но неплохая, знаете ли, поговорить тут есть о чем. У дробовика уникальная интересная особенность, любопытный экзот-перк, да еще и катализатор есть, который достаточно заметно улучшает оружие. Но прежде чем мы перейдем к самому дробовику, отвлечемся на короткое сообщение от спонсора видео. Страж. Если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты, легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт двинг.нет. На сайте появились новые экзоты, квесты и поручения. Новинок много, а цены снизились. Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Все можешь проверить сам. А по коду TripleVibe действует 15% скидка на все услуги. Ну а если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получи ответ. Итак, начать предлагаю, как всегда, с перков. Из стандартных тут спиральные нарезы, легкосплавный магазин и укороченный приклад. Перки заточены на удобство обращения с оружием. Хотя я бы посоветовал все же в перчатке ставить мод на скорость перезарядки дробовика из сезонного артефакта. Так будет прям совсем хорошо. Экзотическая особенность дуальности была известна благодаря сливам информации еще до релиза дополнения. При стрельбе от бедра он стреляет дробью, а при прицельном – одной пулей, как дробовики с точной рамой. Естественно, напрашивается сравнение по дальности с тем же компаньоном или в обратном порядке, который я советовал выбивать в том сезоне. Верно? Если брать характеристики дробовика без катализатора, мне вас удивить или обрадовать особо нечем. В слаговом режиме дуальность стреляет не дальше обоих этих дробовиков, а точнее хуже на 2 с лишним метра. А в режиме стрельбы дробью главным минусом станет разброс, хотя при близкой дистанции к противнику проблем, честно говоря, не возникает. Однако катализатор на дуальность меняет именно этот параметр. Он добавит к показателям дальности плюс 20 единиц, благодаря чему дробовик в слаговом режиме будет убивать противников в гарниле за один выстрел на расстоянии в 11 метров вместо 10 дефолтных. Что, конечно, может показаться смешной разницей, но всё же в пвп каждые полметра на счету, и даже такое различие может сыграть вам на руку. Так что я бы крайне советовал делать катализатор на этот экзот, и уже потом, поиграв какое-то время, делать выводы. Для своего выполнения катализатор потребует убийств в плейлистах налётов, гамбита или гарнила, затем именно 50 убийств из дробовика в пвп, а также убийств пулями дуальности, то есть в прицельном режиме стрельбы. Я делал последний этап в гамбите. После этого поговорите с банши в башне, затем просто отправляйтесь заполнять шкалу самого катализатора до 100% простыми убийствами кого угодно, где угодно. Кроме особенностей с двумя режимами огня, дробовик обладает перком на чёрных крыльях. Добивающие попадания дробью дают увеличение урона от прицельного попадания, эффект суммируется, и ускорение перезарядки. Добивающие попадания пулями продлевают эти бонусы. Тоже звучит интересно, не так ли? Бонус к урону можно накопить до последней пули в магазине, то есть с катализатором до 7 раз. Да, кстати, каталик ещё и ёмкость барабана увеличивает, совсем забыл сказать. И лишь от одного стака чёрных крыльев урон будет увеличен почти на 8%, а при двух уже на целых 23%. То есть, как это работает? Настреляли окружающих босса мелких мобов, за убийство каждого получили множитель урона, а затем одним метким прицельным выстрелом внесли боссу в крит урон существенно больше начального. Для пве отличная опция, надо сказать, с оговоркой, для казуального пве, ну и может быть для того же гамбита. Дело в том, что даже с накопленным бафом дробовик не может похвастаться рекордными цифрами, а к примеру в обратном порядке с перком в окружении будет сразу из кобуры наносить больший урон. Несмотря на это, я не могу сказать, что тебе не нужен этот дробовик в принципе. Я даже за себя скажу, мне понравилось с ним играть и в пвп и в пве. У меня почти никогда не возникало проблем с недостаточной дальностью или уроном, особенно спустя полчаса игры, когда я уже знал, чего ждать от этого дробовика. В гарниле он срабатывал отлично, чаще всего и сложности возникали только с его перезарядкой, которая была медленной без специальных модов. А в гамбите мне и вовсе понравилось с ним играть без оговорок. Банк чистить от защитников он может на ура, важную цель пробить тоже способен, а для урона по боссу с ним можно использовать привычные мечи, а в первый слот взять какой-нибудь пистолет-пулемет. Так что давайте подведем итог. Применение дуальности в казуальном пве? Да, он подходит на все 100%, это же казуальное пве, камон. В хардкорном пве лучше избегать, экзотический слот лучше выделить под клятву Ириана или горстку пепла. В быстрых матчах пвп дробовик точно вам понравится, в случае если у вас нет фэлвинтера или компаньона, ну или другого популярного дробовика заточенного под пвп. А вот в состязательных плейлистах или в испытаниях Осириса ему вряд ли место найдется, там все же строгая мета и математика. В общем, новый сезонный экзот довольно фановый, но необязательный. Я точно буду еще какое-то время с ним играть, а уж потом время покажет, может очередной ребаланс сделает его королем в своем классе. Спасибо за просмотр, не забудь подписаться на канал, прожать лайк и загляни в описание под видео, там много полезнейших ссылок. До связи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok